всем привет youtube привет следующая часть повествования мастика вчера к сожалению монтировал фильм серию поподробнее снимал как вырезал вот эти накладочки мастичил здесь потом наклеивал на мастику но увы нажал не на ту кнопку и привет все удалилось попытаюсь сейчас как говорится реабилитироваться вот они все швы и стыки там где сварены железки все это мастичится дальше вот здесь лежат такие типа вот они накладки не накладки кое-где где они потресканы вот я показываю незамазанную часть я их тоже замазываю эти все трещинки дабы был монолитик вот но сзади то же самое уже мы видели здесь тоже надо будет вырезать вот такие вот как бы небольшие кусочки по наклеить на эти места вроде как на бесшумка а потом цельным кусочком можно будет прокрыть вот так и надевать вот сюда эту попону которая здесь есть погода позволяет говорится прохладненько но это лучше чем в гараже лучше на солнышке на свежем воздухе этим заниматься меньше дышать этой вонючая это мастика поэтому пока погода позволяет я надеюсь что успею эти работы выполнить на свежем воздухе вот так это все выглядит первый раз я как бы вчера прошел вот сегодня буду убирать мелкие недочеты которые после первого раза остались типа как вот здесь кое-где надо промазать дополнительно поэтому вот я по два раза мастику и наношу ну и потом будем заниматься дальше по плану вот так вкратце что получит теперь настала очередь заняться антикором будем тектилом использовать он считается самым эффективным но для начала для начала вот эти скрытые полости начинаем и вот эти железяки которые могут окисляться и прочее это усилители так называемые в салоне посчитали нужным но почему-то не посчитали нужным их загрантовать вот эти вещи все которые усиливают чтобы они не коррозировались мы их немножечко тектилом покроем потому что вот кое-где вот она видно ржавчинка очищать но я не будем просто сверху забрызгать надо тектилом вот видно ржавчинка покроется пленочкой защитное все будет в порядке начинаем вот закрыли уже окисляться это не будет снутри вот эти жесткости были обработаны с распылителем но это имеется ввиду я потом покажу на видео вот теперь ничего у нас здесь ржаветь не будет я считаю что с завода можно было бы или загрунтовать их или конце концов там я понимаю что на сборочном как бы моменте бегать с баллончиком овилить никто не будет но тем не менее можно было бы позаботиться о таких местах вот и взять их там обработать или опять же я говорю взять их загрунтовать и все ну ладно вот такие недостатки мы устранили работаем дальше мы занимаемся скрытыми полостями открываем потихонечку помаленечку вот во все эти дырдочки вот они затычки у них и вот такие на конце распылитель очень хорошо он проникает внутрь и пошли поехали ну не вижу смысла все там это показывать снимать все у нас ребята грамотные все все знают все понимает обрабатываем потихоньку скрытые полости тектильчиком ну вот моя вилька в полный рост благодаря тому что сказать есть чем и есть куда конечно сказать что это аккуратно происходит это будет перебор вот ляпается туда куда не надо у нас есть тряпочки уайт спирит спирт вот все скрытые полости проходим чтоб там везде был мобиль ну я каждую дырку снимать не буду бы это и так понятно все вот эти вот вещи снимаем и потом аккуратно тряпочкой все это вытирается ну вот примерно так это выглядит где-то более аккуратно где-то менее аккуратно также и снутри но сейчас это все выветрится высохнется вот видно скрытых полостях что там у нас везде в данном случае не мобиль это тектил позиционируется что тектил будет покруче мобиля несколько раз вот все эти пробочки открываем все вот эти места все тщательно в каждую как говорится дырку залазим вот такие вещи тоже не забываем проходить чтобы как бы обезопасить лишним не будет то что будет лишнее в данном случае вот потеки там где они видны все это смывается стирается вот здесь тоже прошел целиком потому что защита начала тут ржаветь облазить вот я ее взял целиком прошел ну вот как то так все это происходит ну вот вкратце проходил все я что мог теперь вот эту красоту все все излишки придется брать вот такие есть салфеточки ойд спирит и всю вот эту грязь в данном случае это все ненужное лишнее чтобы вытекала всего надо будет вычищать чтобы лишнее не оставалось ладно я не буду показывать как бы утруждать все это но все и так понятно резкость так автофокус наводим автофокус да вот везде все промо вилена и короба также промо вилен и все вот эти вещи которые нужны скрытые полости особенно с распылителем тут разные наконечники сейчас я их сниму вот разными наконечниками попрошелся везде теперь надо будет все это замыть вот это уже то что отработано в данном случае есть распылители вот они вот это понятно это обычный прямой такой вот он брызгает такой хорошей струйкой а это распыляет для закрытых полостей здесь на конце попытаюсь его снять здесь такие вот насечки на конец на конце блин автофокус не хочет показывать короче он разбрызгивает во все стороны закрытые полосы вставляешь и надавил и работаешь им вот такие вещи ну вот пока все завтра еще раз обработаем это все дело вот по гаражу сколько на машине всего стоит сейчас это все как бы вот так вот складируется временно и потом будет ставится назад после обработки вот сколько лишних деталей на машинах между прочим машина и в таком виде ездит и ничего страшного шутка конечно ладно всем удачи пока пока до новых встреч